Сегодня в общественное приемное движение Донецкая Республика глава администрации Харцизка Виктория Жукова отвечала на вопросы горожан. Что волнует харцизян, с какими вопросами они обращались к руководителю города и какие ответы были им даны, знает Оксана Ветрова. Общественное приемное Харцизского отделения движения Донецкая Республика в часы приемов граждан руководящим составом министерств и ведомств, депутатами Народного совета и особенно руководителями городминистрации всегда выглядит оживленно. Люди приходят сюда со своими проблемами иногда личного, но чаще коммунального характера и всегда получают исчерпывающий и честный ответ. Сегодня глава администрации Харцизка Виктория Жукова ответила не на один десяток вопросов харцизян. Сегодня на прием граждан пришло более 30 человек по различным вопросам. Конечно, это коммунальные вопросы, социальные вопросы, выплаты и помощь в медикаментозном лечении. Так как у нас всегда на приемах граждан собираются все направления, те, которые быстро стараются решить этот вопрос на месте. Буквально 70% у нас уже получили люди ответы положительные, 30% у нас еще мы будем готовить ответы. Лидия Владимировна обратилась к мэру по поводу благоустройства своего двора. Женщина проживает на Черемушках по адресу улица 40 лет освобождения Украины, 17. Ее и жильцов подъезда, в котором она проживает, беспокоят сменой дислокации мусорных контейнеров. Все бы ничего, но теперь они оказались расположены слишком близко к бельевым веревкам, где хозяйки обычно сушат выстиранные вещи. К обсуждению вопроса подключились руководители коммунальных предприятий города, харциз коммунхоза и службы единого заказчика. Совместно было принято решение уже на следующей неделе провести общественные слушания со всеми жильцами многоэтажки. Обратились по переносу контейнеров жители улиц 40 лет освобождения Украины, и они инициируют, чтобы был перенос площадки. Но нам, естественно, нужно проводить сходы граждан и совместное заслушивание совместно с санстанцией, с СЭЗом, с коммунальным предприятием коммунхоз, чтобы было всем комфортно. Потому что зачастую бывает, что одним жителям нравится одна площадка, другим другая, чтобы не было споров, нужно их всех вместе собрать и выбрать единое целое и не нарушить санитарные нормы. Жителей улицы Парижской коммунны беспокоит ремонт водовода. Все дело в том, что магистраль, снабжающая водой все дома улицы, не стоит на балансе горводоканала. А значит, и ремонтировать ее должны жители за свои деньги. Сумма, в которую обойдется ремонт, выглядит для владельцев домов, большинство из которых пенсионеры, неподъемной. В ходе приема было найдено компромиссное решение вопроса. Также к Виктории Жуковой обратились жильцы 11-го дома по переулку Николенко, которых беспокоит положение с остановленным на ремонт лифтом. Глава администрации обонадежила инициативную группу, сообщив, что финансы для восстановления их подъемника уже выделены и к концу апреля работы будут завершены. Сначала поговорим.